Здравствуйте! С вами Юлия Чернеева и это программа «Универсальный формат» на телеканале «Самара ГИС». Мы работаем в прямом эфире, потому всегда рады вашим звонкам, друзья. Очень здорово, что когда вы звоните, задаете какие-то вопросы нашим гостям, что-то интересует вас, спрашивайте, не стесняйтесь, на любой вопрос ответим, подскажем, что-то интересное расскажем. Что ж, тема нашей сегодняшней программы «Волга. Возвращение к истокам». Очень емкое такое название и не просто так. Мы решили вынести название фестиваля, о котором сегодня будем рассказывать в названии нашего сегодняшнего эфира. Так вот, 8 августа в селе Зольное городского округа Жигулевск на базе ДК «Нефтяник» состоится фестиваль. Ну, просто невероятный. Звучит он как фестиваль национальных культур, народов по Волжье, Волга, возвращение к истокам. Ну, так вот, сегодня у нас участники и гости фестиваля. Давайте знакомиться. Итак, с нами здесь директор фестиваля, автор идеи Пеньковской Татьяна. Здравствуйте! С нами также здесь участник вокально-инструментального ансамбля «Сабантуи», но еще и директор ДК «Нефтяник». Это Ирик Шарфуддинов. Здравствуйте! Здравствуйте! Руководитель детского фольклорного ансамбля «Макшаночка» Ирина Мардвинова. Здравствуйте! Маза Елгат! Ух ты, как здорово! Чумраче! Вот так и надо, видимо. Ну, и вот у нас еще есть гости. Это руководитель чувашского ансамбля «Азамат». Это Галина Сандрикина. Здравствуйте! Здравствуйте! Сылых, что надо? Ну вот, молодцы! Татьяна, ну давайте с вас, наверное, начнем, как автора идеи. Что за фестиваль грядет? Фестиваль национальных культур Поволжья. Дело в том, что Поволжье, я считаю, что это большая, богатая местность. И не только она богатой природой, но и богатой теми людьми, которые живут в этой местности. Вот вы сейчас видите, какие костюмы на наших участниках. Это каждый костюм своего народа несет традиции, вековые традиции народа. Вот как я в европейской одежде, и, допустим, Ирина как выглядит, да? Я в своей одежде очень-очень проигрываю по сравнению с ней. Потому что ее костюм несет именно традиции, традиции вековые. Ну, а что мне тут дизайнер придумал и все, да? Но здесь не только костюмы. Здесь песни, здесь традиции семейные, здесь традиции воспитания, здесь традиции проживания, будем говорить так. Потому что каждый народ – это большое богатство, это богатство нашего Поволжья, это богатство России, это основа России, основа нашей жизни. И вот этим всем мы хотим наполнить наш фестиваль. А почему именно зольные выборы? А почему именно зольные? Ну, я просто влюбилась в это село. Оно очень яркое? Оно необыкновенное, оно, это Самарская Лука, это сейчас в моде говорит, что места силы. Я считаю, что зольные – это одно из мест силы, да? Потому что это, когда туда приезжаешь, вот весь город остается за спиной, и открывается какая-то другая реальность. Ты там живешь, вот именно там живешь. А в городе, ну так, слегка дышим, существуем, да, слегка дышим какими-то газами, которые выпускают наши машины. А там дышишь полной грудью. Там, мне кажется, что зольные – это вот, ну, центр жизни. Понятно, я так понимаю, неспроста, да, и доконистяник был выбран как место проведения. Расскажите нам, пожалуйста, как будете принимать, как узнали об фестивале, сразу ли согласились посодействовать? Ну, действительно, вот хочется сказать, как Татьяна заметила, у нас самые красивые места. Обращаясь к гостям фестиваля, хочется сказать, приезжайте, увидите, у нас и горы есть, и Волга, и леса. Не пожалеете, мы будем рады вас встретить. Наша задача – встретить гостей. И можно к нам добираться по Волге, как по Волге в этот день будут дополнительные рейсы на Омиках. Также можно добираться к нам на автобусе, Столять из Жигулевска. Возможно, тоже будут дополнительные рейсы. А как к фестивалю мы пришли, вот встретились единомышленники весной как-то у нас на нашей земле, на Самарской луке. И решили, давайте попробуем. Эта идея, может, она и не новая, но все-таки у нас будет разнообразие, чем порадовать гостей. У нас, во-первых, будут выступления национальных коллективов, очень большие коллективы будут. Самары, Шенталинского района издалека приедут. Будут местные коллективы, вот именно Самарской луке, Мордовские, Чуварские, Татарские коллективы, немецкие коллективы, белорусские будут коллективы, украинские коллективы. Короче, цель фестиваля – объединение всех национальностей, не только по Волжье, но и всех. — Татьяна, насколько примерно уже национальности заявились и обещают приехать? — Ну, мы, да, девять коллективов приглашены. Пусть это будет сюрпризом для наших зрителей, потому что коллективы действительно очень сильные, довольно высокого уровня. И поставлена задача перед коллективами, чтобы они пили местные песни, те, которые родились именно здесь, именно в Поволжье. И мы считаем, что это сейчас красной нитью идет через весь фестиваль. Да, есть какие-то песни, присущие народу, где поют везде, в любых. Но нам бы хотелось, чтобы прославлялось именно наше родное место. Оно достойно этого. То есть это наша родина, мы здесь живем. И дальше планируется фестиваль сделать в течение года какими-то маленькими событиями. Ну, об этом мы еще расскажем. — Это здорово. 202-11-22, телефон прямого эфира. Если есть какие-то вопросы организаторам, участникам, звоните, задавайте, не стесняйтесь. Я вот у Галины хочу спросить. Вы сегодня в национальном, в красивом, в таком невероятном. Расскажите, пожалуйста, про свой коллектив, про себя и как решили принять участие в фестивале. — Наш коллектив, ну где-то, мы вообще-то, жигулевские чуваши собрались два года назад. — Решили и собрались? — Решили собраться и организовать наш коллектив. Азамат. Азамат — это в переводе на русский язык радуга. — Ух ты! Здорово, ярко. — Даже на чувашском языке звучит очень хорошо. Азамат. Всем, кажется, нравится. Вот. Почему Азамат? Потому что радуга, как всегда, появляется после... — Дождя. — Дождя. Дождь, солнце, детские воспоминания, когда это было все, воспринималось очень даже... — Позитивно, здорово, радостно. А сколько ребятишек у вас сейчас занимается? — У нас Азаматы — это сборные у нас, не только дети. У нас есть и бабушки со своими внуками, и с племянниками. — То есть такое творческое объединение получается? — Да, это творческое объединение. В Жигулевской, при Дворце культуры, у нас сформирован клуб. Вот. Есть специальный кабинет, где мы занимаемся. — Выступаете в Жигулевской? — Мы выступаем. Было интересное выступление весной. Мы показывали историю Самарской Луки, когда здесь хозяйничал, скажем так, Степан Разин. — То есть реконструировали что-то такое. — Да. — А что приготовили на фестиваль? — На фестиваль, конечно, такие национальные номера, потому что в Самарской Луке, Самарская Лука такое место, где приезжает время от времени из разных мест. Я тоже, например, живу в Самарской Луке около 10 лет. Никогда не думала, но очень рада. Теперь это моя настоящая родина. — Ух ты, как здорово. — Хотя я родилась на пересечении трех республик. Татарская республика, Чувашская республика и Ульянская область. И вот мне поэтому очень интересно не только наша конкретная чувашская культура, а объединение, союз всех наших национальных культур. — Много народа собирается у вас на фестиваль поехать? — На фестиваль уже звонят, меня толкают, чтобы я двигалась, развивалась дальше и вела вперед наши девчонки. — То есть, в принципе, народ собирается у вас? — Да. — Будете тоже в национальных костюмах? — Обязательно. — А расскажите, пожалуйста, про этот костюм. Он так интересный. Я вот ни разу не видела, чтобы подвязывали что-то вот такой головной убора. Что это символизирует? — На самом деле, этот костюм мне достался по наследству. — Ух ты! От кого? — Вот этот фартук и платье, это тетя, это сестра моего отца. Это она делала все своими руками. — Сама шила? — Сама шила, сама вышивала. Поэтому это мне очень дорого. Кто соприкасается с этой вещью, все очень рады. А этот костюм я же сделала сама. Это, конечно, из современных монет. Когда я в Тольяттии жила, начала заниматься в Чувашском ассамбле. Все там были, конечно, в таких вот красивых костюмах. И вот в течение где-то двух-трех дней я все это вот... — Двух-трех дней? — Потому что я очень даже... Мне было интересно. В детстве не было у меня возможности ходить в национальных костюмах. — Хоть сейчас, как говорится, поддержать идею. А удобно в этом головном уборе? Как он называется, не знаете? Это называется, это чисто национальное чувашское женское для замужних женщин. Хушпо. Вот это хушпо. А для девушек... Тухья. Для девушек вот здесь вы должны быть вот такой, как типа конус. Девушка выходит замуж. — Конус отрезает? — Конус отрезает. — Вот как оказывается, да? Можно еще классифицировать. Девушка замужняя или нет? — Да, да, да. Это уже сразу видно. Если здесь вот конус, маленький конус, это значит девушка. Замужним женщинам нельзя носить уже этот тухья. — И как часто вам приходится надевать этот костюм на выступление или так просто? — На выступление. В основном на выступление. У нас в Жигулевске проходит очень много мероприятий. Отдел культуры очень хорошо проводит мероприятия. Мы очень рады принимать участие. — Наверное, сразу такое ощущение другое немножко. — Совсем другое ощущение. В прошлом году были мы в Самаре, в сентябре. Тоже было большое мероприятие по национальному вопросу. И мы тоже были. Я тоже была в этом костюме. И мы сфотографировались со всеми национальностями, которые живут в Самаре. И я чувствовала наравне со всеми. Я всех ощущала на одной волне, на одной энергетике. — Все свои. — Все свои. И вот я поняла тогда, мы красивы вот в этой одежде, мордва красивы в этой одежде, казашки красивы в своей одежде, грузинки красивы в своей одежде. Вот у каждой национальности свой костюм, уже веками выверенное, проверенное времени, вот этот костюм. — Надо возвращаться. — Вот этими, как мы цветы на одной лужайке, на нашей России, на Самарской луке. — Здорово как. Ирина, ну теперь от вас, мне кажется, тоже хочется, чтобы вы рассказали про свой коллектив, как решились принять участие в фестивале, ну и про костюм, конечно. — Во-первых, мы живем в национальном парке Самарской луке, в самом сердце Самарской луке, в селе Бахилово. Несмотря на то, что мы в Ставропольском районе находимся, мы очень дружим с городом Жигулевском. Мы в 8 километров буквально находимся от поселка Зольного. У нас считается там как бы центр национальной культуры. Мы очень часто принимаем во всех мероприятиях у них участие. Ну, наш коллектив образовался 9 лет назад. Уже самые старшие девочки, которые ходили в Макшаночку, уже учатся в 9 классе. Малышей в этом году набрали и детсадовских, и первый класс, и второй, и пятый. И, в общем-то, у финногорских язык очень тяжелый, я вам скажу. И поэтому нам приходится, мы еще на протяжении, я не сказала, на протяжении нескольких лет, поддерживаем добрые отношения с Центром финногорских народов в Мордовии. Где нас, в общем-то, Управление культуры наше Ставропольское очень поддерживает. И наш Мордовский Центр Мордовской Автономии очень поддерживает. Это и Тимофеев, Владимир Павлович, и Колесникова, Оле... 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 Светлана Васильевна, извините. Вот. Они очень нас поддерживают, нам организовывают транспорт, организовывают словари с изучением мордовского языка. Даже Мордовский университет Мордовии приглашал к нам студентов вместе с педагогами, с филологами, которые занимались изучением самарско-лунгского языка, именно самарско-лунгского. И учили детей вот именно их родному языку. Так как в нашем селе уже осталось 109 человек всего коренного населения Мордвы Мокша. Всего 109. Ну, как изучаем мы язык? Вот именно через песню, через танец. Сама учу и учу детей. Учимся вместе. Выступаем везде, где только... То есть и теория, и практика. Да. Везде нас приглашают. Вот. Может быть, из-за того, что мы такой вот неординарный коллектив Мокшанский, когда мы приезжали в Самару неоднократно во дворец Кирова на фестивали мордовские, Удвей, мы встречались со многими мордовскими коллективами вот именно Самарской области. В основном ирзианский коллектив Мокшанских оказался у нас один. То есть, вероятно, есть Мокши, проигрывают. Да, Мокши. Ну, так как у нас на Самарской Луке Мокши в основном остались. Это Шелихметь, это Тарновое и вот наше село Бахилово. А каково это, жить в центре, как вы говорите, Самарской Луке? Ой, это совершенно, ну, как вам сказать, хлопотно. Почему? Это бесконечные туристы. Мы вот находимся прямо в селе, на дороге у нас, я являюсь заведующей клубом бахиловским, у нас прямо на дороге находится Дом культуры. И у нас при Доме культуры есть музей мордовский, который мы составляли с детьми по проекту «Расскажу с любовью я о доме». Мы в 2006 году выиграли грант в 100-тысячный. Чтобы организовать, да? Чтобы оснастить наш клуб аппаратурой, мебелью и так далее. Потому что деревне не всегда финансирование до нас доходило. То есть к вам заезжают все-таки люди? К нам заезжают и довольно-таки богатые люди бывают. Но все-таки без нашей администрации, без нашей главы администрации сельского поселения, конечно, у нас бы ничего не произошло. Расскажите про свой костюм. Что он говорит о вас? Как она сижена? Это женский мордовский костюм, окшанский. Здесь у нас, в общем-то, он очень стилизованный. Я привезла там именно такой, какой нужно. Но это стилизованный костюм. Здесь вот головной убор сорока. Это женский головной убор именно для женщин. Девушки-мордовки, как правило, носят ленточку в голове. А женщины уже... Тоже можно распознать. Голова у нас постоянно закрыта. Ну, это во многих, мне кажется, культурах такие традиции, что покрыта голова. Ну, колокольчики, конечно, они все время... Это колокольчики-обереги. Так как у нас мокша, коренное население, они заповедные люди, лесные. Очень много ворожей, колдунов, ведуней. Вот это там, да. Поэтому у нас очень много оберегов. Помимо вот этого праздничного такого концертного костюма, у нас есть костюмы, в которых мы постоянно ходим, в которых встречаем туристов, с которыми общаемся. Вот так вот с каждым поговоришь, и целый день пройдет на фестивале. Вот что интересного будет еще, помимо того, что вот они съедутся, выступят, приедут, все познакомятся. Как это все будет происходить? Помимо этого, ну, так, немножко по программе, да. Программа у нас будет такая. Каждый коллектив сначала о себе немножко расскажет. Это так называемые визитки. А потом на главной сцене будет большой концерт. У каждого будет какое-то свое определенное время, у каждого коллектива. И параллельно на площади перед ДК «Нефтяник», там очень уютная, очень удобная площадь, у каждого коллектива, у каждой народности, национальности будет своя площадка. И каждая площадка параллельно с концертом будет работать. Я очень хорошо знаю, как мордовские коллективы и вообще мордва, как принимают, как зазывают. Это очень-очень красиво, очень шумно, очень весело. Татарские сабантуи сделают, ребята. Чувашские коллективы, русские, белорусские, украинские. И вот все национальности, которые уже можно называть коренными, я консультировалась у знающих людей, у ученых. Вот они будут выступать, будут зазывать, будут какие-то свои нации угощать. Угощать, будут чем? Угощать, обязательно. А вот это вот для тех, кто любит попробовать вкусняшек? Обязательно. Спортивная площадка, детская площадка. В этом году, так как это пилотный первый проект такого фестиваля, дебютный проект, да, вот мы решили объединить спортивную и детскую площадки. А так я, когда стала углубляться в эту тему, я очень много интересного узнала о том, о детских играх, о национальных видах спорта, о спортивных каких-то. Но это, ну, мало будет зольного, нужно будет расширяться в сторону Солнечной поляны, может быть, в сторону Бахилова. Обязательно. То есть, вообще, так хочется уже говорить о чем-то вот, об обережье масштабном, о большом. Но ведь все начинается с первого шага, поэтому это все начинается вот с такого маленького дебютного камерного фестиваля. Ну, касаемо камерного и чего-то такого уютного, попрошу, наверное, наших гостей сейчас буквально на своем родном языке и исполнить по куплетику какого-то песни, может быть, она что-то символизирует. Давайте, Ритма, мы с вас начнем. Что споем? Ну, про березку. Про березку, давай. Макшанская песня. Макшанская народная? Народная. Макшанская песня. Я так поняла, что о чем-то висела. Это на лугу березка стояла. Вот так вот стоит. Это только по-мородовски. Здорово. Давайте, может быть, тогда послушаем что-то на чувашском языке, Галин. Есть? Я хочу спеть старинную, старинную песню. Мне кажется, эта старинная песня объединяет все народы, истоки, раскрывает истоки. Эта песня про то, как человек ищет себя в жизни, потому что, мне кажется, эта тема актуальна ищет сейчас. Пожалуйста. Макшанская песня. Я так представляю, прям девушек поющих, да, эту композицию, или не обязательно девушек, какую-то вот компанию людей, сидящих где-то там у себя в селе. Ах, ну, мне кажется, надо очень закончить. Ах, ну, у меня чуть-чуть веселее песня, тоже старинная народная песня, авторов нет, народная песня. Про любовь. О, отлично. Про любовь тоже хорошо. Эту песню пили даже мои родители, да. Ох, спасибо большое. Ну что, впереди у нас также гости фестиваля, и они расскажут о своих видениях, что они, может быть, приготовили. Ну, а мы, друзья, вас не перестаем приглашать 8 августа в село Зольное. Это удивительный фестиваль национальных культур, Волга, возвращение к истокам. Что еще интересного приготовили организаторы, узнаем через пару минут, не переключайтесь. Страна есть. Страна Греция. А почему? Потому что я сама на 50% гречанка. И поэтому никогда не была там, и хотелось бы там побывать. Побывали в Испании. Ну, мне особо нравится жена, вот еще была в Венгрии. А где хотелось побывать? Ну, естественно, так же в Греции хотелось побывать. Хоть это не самая богатая страна, хоть это не самая успешная страна. Но, тем не менее, просто посмотреть, ни к чему не обязывая. Ну, много что нравится. В Питере нравится музеи, выставки. Москва, Кремль. Мне нравится Россия, поэтому никуда не хочу за границу. А где хотелось бы побывать? В горах каких-нибудь. Урал или Кавказ, Эльбрус, не знаю. В горах. Поскольку я не имею возможности в какую-либо страну ехать, да? А вот мне бы хотелось съездить в Загорск при подобном отче Сергия. Вы знаете, наверное, кто-нибудь еще бы в Европу я обязательно съездила. Например, в Испанию. Вот так побывало уже много где, но хотелось бы в Испании еще. А что именно вам там нравится? И побережье. Нет, мне там не нравится, я везде прочитала. Мне очень хочется на побережье испанское, на испанскую ривьеру. Ну, и вообще в самой Барселоне побывать. Да, Россия. То есть вы в России ни на что? Ни на что. Я бы с удовольствием съездил, но куда-то. В Норвегию, в Исландию. Куда бы я еще съездил? Ну, в север. Страна Италия. Мне кажется, она самая теплая. Люди там открытые. Мне там хотелось бы побывать. Да, и вкусная. Вот хочу побывать в Индии. Я очень много о ней слышала. Кто-то говорит о ней очень хорошо, кто-то говорит, что это такая помойка ужасная. Мне хочется просто посмотреть и создать свое мнение о ней. Люблю Россию, но хотела бы, конечно, путешествовать в жизни. Жизнь дает нам невероятное количество возможностей. И, конечно, от этих возможностей нужно что-то брать. И нужно обязательно путешествовать, развиваться. Самореализация очень важна. Я бы хотела вообще поездить по всему миру. Почему бы и нет? Попробовать кухню иностранную. Это классно. Ну что, продолжается наш эфир. Я думаю, сейчас самое время для еще одной песни. Мы на лодочке плывем По реке широкой дивной И все больше узнаем Как красив наш край любимый Приглашаем всех друзей Нам не жалко поделиться Красотой у Жигулей Нам не стыдно похвалиться Нас здесь все зовут Волжанки Мы поем о Волге песни Песни нам, друзьям, не жалко Пойте с нами вместе Ох, не только петь, но и танцевать А также активно проводить время Приглашаем всех 8 августа В селе Зольное состоится Замечательный фестиваль Который называется не иначе как Волга Возвращение к истокам Фестиваль национальных культур Народов по Волжье Что ж, давайте буду представлять вам Вновь прибывших наших гостей Это руководитель коллектива Волжаночка Иван Карачков Здравствуйте День добрый всем И участница коллектива Волжаночка Татьяна Ольденбург Здравствуйте Здравствуйте Ну вот, яркие, красивые Я так понимаю Это будет такой блок русской Традиционной культуры, да, Татьяна? Да, да, потому что самое большое население Поволжье, это как раз русские Они составляют чуть больше 80% населения Всего Поволжья Ну давайте сейчас будем расспрашивать Иван Николаевич Расскажите немножко про свой коллектив Я так понимаю Всех невозможно было привезти Но Волжаночек многовато Красивые все Я как руководитель клуба Солнечная поляна Начал работать два года назад Чуть больше И с тех пор Организовали на солнечной поляне Коллектив Ансамбля русской песни Волжаночка То есть вот он столько и существует Третий год он существует Вот, и когда Начал Зашла речь об организации Вообще фестиваля Конечно Нам бы очень хотелось И было бы обидно Если бы фестиваль проходил И были бы Ну, естественно, будет много очень приезжих Но если не будет Местных Кого-то Нам было бы обидно Поэтому мы как бы О себе тоже заговорили Вот Понятно, что Возраст для ансамбля Еще очень молодой Маленький Поэтому мы как бы В развитии Мы в поисках Вот Хотя репертуар В настоящий момент Пока не больно много народу Семь человек Это все Жители солнечной поляны Непосредственно села Вот Как бы Существует некоторая Кадровая проблема Что ли Потому что все Привыкли дома сидеть Там в огороде И все прочее Все любят слушать А вот чтобы выйти И поучаствовать Нужно Вот Но тем не менее Те, кто ходят Они ходят С очень большим Желанием Вот Было Поначалу Становление Само, конечно Сложное Стеснялись Переживали Как это Как мы на сцене Никогда не выступали Но тем не менее Сейчас уже Довольно свободно Чувствовать Все Коллектив Чисто Женский Получается Есть Солисты Мужчины Ансамбль Русская песня Лолжаночка Чисто Женский Татьяна Ну каково это Так вот Петь Чтобы на тебя Все смотрели Да еще и Даже восхищались Ну очень приятно Сразу пришли Откликнулись На Может быть Какие-то Призывы Что коллектив Организовывается Как вообще попали В ансамбль Нет Я чуть-чуть попозже Всех остальных Пришла Ну Очень нравится Ходить Девчата Все Откликаются Сразу Допустим Вечером Сказали Завтра выступаем Все Даже безоговорочно Все собрались Без всяких отговорок Все это Очень нравится Ну и Жителям села Нравится Мы чувствуем это И по отзывам И Ну где-то может быть Какие-то замечания Бывают Скажут нам Всегда Это хорошо Ну да конечно Мы Все прислушиваемся Все делаем Как нужно Стараемся Вот Женщины у нас Все Пенсионерки Ну вот Все Довольны Что мы ходим Что у нас Иван Николаевич Кстати Татьяна Вы К эфиру Подготовили фотографии Давайте посмотрим В общем-то Место Где будет проходить Наш замечательный фестиваль Фестиваль Национальных культур Народов Поволжья Рассказывайте Что мы видим Сейчас на экране Ну это Наверное Но больше Ирик Борханович Расскажет Потому что Это Это зал ДК Да Сцена ДК Это зал На 250 Посоточных мест То есть там концерт Будет происходить Нет Концерт у нас Будет происходить На площади Перед ДК То есть на В зале Не будет Не будет А я немножко О своих Перечлениях Скажу Когда я впервые Увидела ДК Какой он красивый Какой он большой Какой он Великолепный Здесь И плафоны Великолепные И сам ДК Он недавно Отреставрирован Вот И вот эта вся красота Естественно Сердце запело Тут же надо Просто Просто брать и петь Просто танцевать Петь Чтобы Народ сюда Приходил И Чтобы люди Знали Что есть у нас В сердце Жигулей Вот такая красота В любом случае У вас есть страховка На случай непогоды Вы плавно Переместите На случай непогоды Да И самое интересное Что фестиваль Может разместиться Непосредственно Внутри самого ДК И площадей хватит И кабинетов Хватит Я просто Очень рада Что я познакомилась С такой сильной командой Вот в главе С Эриком Бархановичем И еще Очень рада Потому что Нас поддержали Нас поддержала Администрация Городского округа Жигулевска Площадка достаточно большая Да Вот как раз Вот здесь На этой фотографии Как раз здесь видно Вот именно На самом Крыльце И будет проходить Само действие И на площадке И на площади Да И на площади Внизу Будут стоять Площадки Каждой национальности Да Каждой культуры Вот И Ну Просто Мне Когда Как-то Рассказывали Что Какой В каком Запустении Был этот Сам ДК Вот И то Что сейчас Ну Это конечно Не об от земли Это просто Ну я считаю Просто подарок Просто Волшебство Ну вот Мне бы хотелось Чтоб Иргий Борханович Рассказал Потому что Действительно Очень История Очень такая Меня она тронула По поводу Реставрации Ну Клуб Два года тому назад Отреставрировали В ужасном состоянии Было Там Три клуба И на Солнечной поляне И в Ширяево Отреставрировали Сейчас они выглядят Лучше Чем В городе Самаре Наверное Дворцы Целые дворцы Хорошо У нас очень много картин Вот Для гостей Еще мы можем Предложить Увлекательные экскурсии На Стрельную гору Высота 350 метров Над уровнем моря Там есть Смотровые площадки Можно сфотографироваться Гостям Есть Каменная чаша У нас Есть В стиле Ширяева Музей Репина Там Можно посетить Музей Репина Еще Музей Ширяевца Есть На Бахиловой поляне Ведьменное озеро Ух ты Гостям будет Очень интересно Будет их Встречать Экскурсионные автобусы Питание будет Там Разнообразное Можно будет Продегустировать Национальную кухню И национальные напитки Будут Я понимаю Что-то ярмарка Какая-то ожидается Да Ярмарка Именно и прикладники И Национальной кухни Вот все Что мы успели собрать Вот В такой маленький Камерный фестиваль Это все обязательно будет Потому что Кухня Это неотъемлемая часть Национальной культуры Ну Мы уже говорили Что и спортивная И детская площадка И Самое интересное Что прикладники Готовят Мастер-классы Да По прикладному творчеству И Я бы сказала Лучше Что по прикладному искусству Потому что Появляются Из Из подруг детей Которые обучаются На этом мастер-класс Выходят действительно Какие произведения искусства Очень красивые Великолепные вещи Вот Еще хочется Наверное Чтобы вам Означили время Начало И окончание фестиваля Фестиваль Начинается В 12 часов Вот Открытие фестиваля Значит Где-то в середине Где-то в районе Около 2 часов Будет большой хоровод Все национальности Будут обязательно Все коллективы Будут в одном Большом хороводе Вот А потом Будет продолжена Работа площадок Все площадки Будут работать Все Будут Знакомиться Своим творчеством Ну И В конце Вечером Запланирован Фейерверк Вот Это подарок Джигулевской Администрации И В принципе Мы дальше Идем уже Просто в свободном Режиме Потому что Я так понимаю Что мы просто Вскрываем Вскрываем душу Зрителей Мы дарим Свою душу И Я так думаю Что отзыв Все-таки будет От зрителей И дальше уже Просто в свободном Режиме И экскурсии И Песни И Прогулки Все Это будет Обязательно И Это уже Мы бы хотели Отзыва От зрителей Потому что Самая главная Задача В фестивале Чтобы Народ не стоял Не смотрел А чтобы они Участвовали В этом действии Вот это Самое важное Сейчас для нас Чтобы Душа Отозвалась Зрителя Чтобы он Не был зрителем А он был Участником Этого фестиваля Друзья Приглашаем всех вас Село Зольное 8 августа Будет весело Интересно Фестиваль Волга Возвращение к истокам Спасибо большое Что были с нами Вам всего доброго До встречи